Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. И сегодня с гостем программы мы будем говорить о работе Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Присоединяйтесь! Эльдар Аркадьевич Надыров, заместитель директора Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. В 1986 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт. В 1991 защитил диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук. Ученое звание доцент. Более 20 лет посвятил преподавательской работе в медицинских вузах. Сначала в Карагандинском государственном медицинском институте, а затем в Гомельском. В 2007 году был принят на работу в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека на должность заведующего лабораторией клинических исследований научного отдела. С 2012 года заместитель директора по научной работе. Настоящее время завершает работу на диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Эльдар Надыров является автором 30 патентов на изобретения и полезные модели. Более 60 рационализаторских предложений. Опубликовал свыше 100 научных и научно-методических работ. На вопросы, которые касаются деятельности РНПЦ, радиационной медицины и экологии человека, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45 Здравствуйте, Эльдар Аркадьевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Диалог с гостями программы, людьми, которые состоялись в своей профессии. Я часто начинаю с вопроса о том, что определило выбор их жизненного пути. Вы помните, как для себя принимали решение о том, что именно будет вашей профессией, вашей специальностью? Вопрос очень интересный, традиционный ответ на этот вопрос, что с детства мечтал стать врачом, врачом этой специальности. Это было не так. Выбор специальности определили, наверное, мои родственники. Среди моих близких родственников пять специалистов, которые либо учились в медицинских институтах, либо уже работали в практическом здравоохранении. А вот когда я уже поступил в медицинский институт, начал учиться, именно тогда я понял, что это был все-таки правильный выбор. И в этом я, конечно, благодарен своим наставникам и учителям, которых не забываю до сих пор. Что больше всего интересовало во время учебы? В каком качестве себя представляли, будучи студентом? Учеба в медицинском институте настолько многогранна и интересна. И каждый год появлялись новые кафедры. И вот каждый год хотелось стать, пройдя один из курсов, скажем, онкологии, стать онкологом. Хирургическая кафедра – стать хирургом. Неврологическая кафедра – стать специалистом именно в этой области. Поэтому вот сразу определиться в течение первых пяти лет учебы, наверное, было сложно. А сейчас, что вас интересует, какой теме посвящена ваша диссертация? Ну, принимая во внимание, что все-таки я работаю в этом учреждении, учреждении, которое связано с минимизацией медицинских последствий и катастрофы, то тема моей диссертации посвящена ранней диагностике, прогнозированию клинического течения рака молочной железы у женщин, которые проживают на территориях, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Спасибо. Давайте о деятельности центра далее поговорим. Открывая его, глава государства говорил о том, что наука сегодня должна быть максимально приближена к людям, которых она взялась защищать. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько эту задачу сегодня центру в Гомеле удается выполнять? Действительно, наш центр был открыт в 2003 году, в 2002 году. Но перед этим он прошел достаточно длительную и сложную историю своего становления. Решение об открытии было принято еще во времена Советского Союза в 1990 году. Финансирование началось из республиканского бюджета в 1993 году. Затем была остановка финансирования. Только благодаря вмешательству нашего главы государства финансирование было продолжено. И свои двери для пациентов центр открыл 31 декабря 2002 года. В настоящее время он является головной организацией по минимизации медицинских последствий катастрофы. И то, что это учреждение состоялось, наверное, об этом говорят отзывы наших благодарных пациентов. Об этом говорят те показатели здоровья пострадавшего населения, которые добились у нас в республике. А вот методики медицинского обеспечения пострадавшего населения, выбор специалистов, кратность их исследования, лабораторные исследования и ряд других готовили совместно с Министерством здравоохранения специалисты нашего центра. И то, что мы сегодня имеем стабильные показатели здоровья пострадавшего населения, в этом, несомненно, заслуга нашего учреждения. Накануне в центре побывали наши корреспонденты и поинтересовались, какую помощь здесь могут оказывать и какие возможности для этого созданы. Давайте посмотрим. Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека – учреждение действительно уникальное. В свое время он строился для лечения населения Беларуси, России и Украины, пострадавшего в результате чернобыльской катастрофы. Сегодня эта география значительно шире. За помощью в центр обращались граждане из более чем 20 стран мира. В РНПЦ называют цифры. Ежегодно здесь проводится более 1300 хирургических, 2000 офтальмологических, около 1500 гинекологических операций. Плюс около 500 операций пластических. Не обязательно тем, кто хочет улучшить свой внешний вид. Реконструкция лица после тех же аварий – это тоже забота местных врачей. Вообще, имея уникальное современное оборудование, медики берутся за самые сложные случаи. В это время меня ждает на консультацию пациентка из Канады. Она была у нас два года назад. Сейчас она приехала за следующей операцией. И я думаю, что это показывает популярность нашей клиники во всем мире. В июле запланирован пациент из Великобритании тоже на реконструктивную, на повторную операцию на платной основе. О наличии самого современного оборудования сегодня говорят и в клинико-диагностической лаборатории. В 2014-м, например, здесь установили автоматизированную систему для проведения био- и иммунохимических тестов. В Гомельской области ничего подобного нет. Учитывая, что в Беларуси многие анализы до сих пор делаются вручную, цифра в тысячу тестов в течение всего одного часа при полном невмешательстве человека впечатляет. В РНПЦ сегодня могут сделать вообще практически любые анализы, причем в полном соответствии со стандартами Евросоюза и США. При этом наличие ошибок здесь исключают полностью. Врач, который выполняет анализ, который работает на оборудовании, он проверяет, насколько машина его правильно выполнила, потому что бывают моменты, которые от нас не зависят. Естественно, он пересматривает результаты, только после этого он отправляет его в электронную базу, в базу электронной истории болезни. Новый магнитно-резонансный томограф – тоже гордость Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. В эксплуатацию его ввели только в прошлом году. Необходимость в нем такая острая, что теперь томограф работает круглые сутки, в том числе ночью. Кто-то действительно остро нуждается в обследовании, кто-то просто решил проверить свое здоровье. Таким людям не откажут, однако для них процедура будет платной. И только здесь сегодня принимают на обследование детей с самого рождения. Установленные на оборудовании программы позволяют полностью контролировать состояние пациентов и при необходимости оперативно реагировать на возникающие проблемы. Принцип работы тот же самый, но спектр обследований, конечно, у нас расширился. Мы теперь можем делать, скажем так, и брюшную полость за брюшным пространством обследовать. Мы более детально можем обследовать суставы, головной мозг. То есть этот аппарат раскрывает нам новые дополнительные возможности для обследования самой различной патологии человека. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях Эльдар Аркадьевич Надыров, заместитель директора Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Эльдар Аркадьевич, скажите, пожалуйста, в чем уникальность Гомельского центра? Что есть только у нас? Во-первых, центр радиационной медицины – это многопрофильное специализированное учреждение, где население пострадавшее обслуживает специалистов только в поликлинике по 19 специальностям. Но в процессе своего развития появились уникальные, единственные в своем роде в Республике Беларусь подразделения. Это первое в Республике Беларусь отделение иммунопатологии и аллергологии. В настоящее время оно является республиканским центром иммунопатологии и аллергологии, центром для взрослых. У нас появился единственный пока в Республике Беларусь кабинет превентивной гастроэнтерологии, где лечат предраковые заболевания желудочно-кишечного тракта. Хирурги Гомельского центра, название достаточно длинное, отделение трансплантации, эндокринной и реконструктивной хирургии. Пожалуй, сейчас единственные в Республике, кто выполняет сложные операции, малоинвазивные операции по удалению опухолей надпочечников. Это делается у нас в центре. В наш центр направляются дети со всей Республики, причем это недоношенные дети, для лечения ретинопатии. Это дети весом 3,5-4,5 килограмма. И эти уникальные операции также делаются в нашем учреждении. Спасибо. Радиационная медицина, наука достаточно молодая. Скажите, пожалуйста, какой вклад в ее развитие вносят сегодня специалисты центра? Развитие радиационной медицины началось, конечно, с остановления молодого белорусского государства. Именно у нас, все-таки на той территории, которая была загрязнена больше всех, я напомню, это 23% территории Республики Беларусь подверглась радиоактивному загрязнению. Для сравнения, Украина это 6% и 2% это 0,2% это территория Российской Федерации. Учеными нашего центра разработаны методы диагностики заболеваний щитовидной железы, которые являются следствием катастрофы на Чернобыльской атомной станции. На базе нашего учреждения функционируют государственные регистры лиц, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции. По сути дела, это уникальная база, база данных на тех лиц, которые относятся к различным группам риска. И в этой базе находится 853 тысячи человек, которые отнесены к различным категориям пострадавшего населения. Мы анализируем их заболеваемость. Вот раньше вы сказали, что сегодня мы имеем стабильные показатели здоровья жителей пострадавших регионов. Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, по каким критериям и как оцениваются эти данные? Спасибо за вопрос, Ольга. Вот я начал говорить о государственном регистре. Вот это инструмент, по которому мы оцениваем показатели заболеваемости. Для примера, несколько показателей, которые, скажем, являются наиболее значимыми для нашего здравоохранения, для нашей республики. Смертность. Смертность ликвидаторов, наиболее пострадавшей категории населения, ниже, чем республиканские значения. Смертность эвакуированного населения также ниже, чем республиканские значения. А в целом, смертность различных категорий пострадавшего населения, которые проживают на территориях с периодическим радиационным контролем, это порядка 1 миллиона 143 тысяч, она не отличается от республиканских значений. Заболеваемость. Вот показателем здоровья является первичная заболеваемость. Так первичная заболеваемость у ликвидаторов, эвакуированного населения, у лиц, проживающих на территориях с высокой плотностью загрязнения, она не отличается, а у ликвидаторов даже ниже, чем у республики Беларусь. Это, в общем-то, очень хорошие показатели. А вот общая заболеваемость, это весь груз накопленных заболеваний, в принципе, она находится в пределах республиканских значений. Это говорит о чем? Это говорит о том, что разработанная система мероприятий по медицинскому наблюдению пострадавшего населения, она работает. Спасибо большое, мы продолжим. А пока у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я сама в этом центре находилась несколько раз на лечении. Я бы хотела задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли, вот в мире сейчас делают операции на позвоночник, цимбинтируют позвонки, чтобы восстановить их. Скажите, у нас проделывают такие операции? Спасибо за звонок. Вы не представились. Ну, звонок уже закончен. Дело в том, что такие операции относятся к области травматологии, и для этого имеются специализированные отделения и специализированные учреждения. В Минске это научно-практический центр травматологии и ортопедии. Ну, а в Гомеле это при областной больнице есть специализированные отделения, где вам помогут выполнить подобные операции. Спасибо. Давайте продолжим. Накануне 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Гомеле проходили международные научные конференции. Чернобыль 30 лет спустя и современные проблемы радиационной медицины. Скажите, пожалуйста, какие темы звучали, что сегодня наиболее волнует мировую научную общественность? Действительно, у нас состоялась на базе нашего учреждения масштабная научно-практическая конференция, где приняли участие не только Министерство здравоохранения, но и учреждения Академии наук и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 350 гостей, в том числе и гости Украины, Беларусь, Российская Федерация, Япония, Казахстан, Франция. Мероприятие очень масштабное, и проведенная конференция позволила обсудить результаты, которые были получены за 30 лет, а это все-таки круглая дата, и обобщить опыт ликвидации последствий катастрофы. Для чего, прежде всего, это интересно? Прежде всего, это интересно для мирового сообщества. Атомная энергетика развивается во всем мире, и никто не застрахован от крупномасштабных аварий. И вот наш печальный опыт, печальный опыт Беларуси, России, Украины, он помогает и поможет в будущем при наличии каких-либо атомных, ядерных инцидентов. То, что отметили наши гости, отметили, прежде всего, что все мероприятия, которые проводились, как на раннем этапе катастрофы на Чернобыльской АЭС, эвакуация жителей, лечебно-диагностические, реабилитационные предприятия, они были адекватными и своевременными. И отметили, что сейчас, в настоящее время, те направления работы, те наработки, которые провели ученые из Беларуси, кстати, совместные с российскими тоже коллегами, они абсолютно обоснованы и адекватны. И очень интересно, конечно, было для наших японских коллег участие в конференции. Все-таки у них, также эта печальная дата, у нас 30 лет, и вот в это же время это было пятилетие аварии на атомной электростанции Фукусима. Конечно, их интересовал наш опыт. Конечно, общая беда очень нас близила последние годы, но эта страна считается одной из самых развитых в сфере технологий. Что их интересует у нас? Какой наш опыт, какие наши знания, разработки они могут перенять? Ну, прежде всего, результат катастрофы на атомных станциях – это выброс большого количества радионуклидов. Облучение радионуклидами йода приводит к развитию заболеваний щитовидной железы, рака щитовидной железы. Вот в настоящее время прошло 5 лет, и как бы прогнозируется рост заболеваний щитовидной железы. Что интересовало наших коллег, и не только специалистов нашего центра, а специалистов всей Республики Беларусь, которые были на этой конференции. Это опыт ранней диагностики, это опыт лечения заболеваний щитовидной железы и рака щитовидной железы. Тот уникальный опыт, который получили наши коллеги, он настолько огромен, что этим опытом пользуются не только японские коллеги, но и специалисты из разных стран. И, конечно, их интересовали отдаленные последствия катастрофы. Для чего? Чтобы планировать мероприятия по медицинскому обеспечению различных категорий пострадавшего населения в Японии. Спасибо, Эльдар Аркадьевич, а у нас дожидается наш телезритель возможности задать вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, зовут меня Сергей Федорович. У меня вопрос такой. Раньше, в 90-е годы, когда проводилось комплексное обследование годовое ликвидаторов, то проводилось у меня день, два, три. Сейчас, в данный момент, что пройти комплексное обследование годовое, надо неделю-две. Специалисты постоянно заняты. Нельзя ли вернуться к прежнему режиму? И заполнялся один единственный лист комплексного обследования и передавался в поликлиническое отделение. Как этот вопрос можно решить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что, наверное, в те годы, я не готов сказать, как это было в 90-е годы, но комплексное обследование в настоящее время включает больше объем лабораторных исследований, инструментальных исследований, и мы больше можем узнать о состоянии здоровья такого пациента. А ранняя диагностика – это хорошее обследование. Поэтому и занимает это, может быть, не один день, два дня, а гораздо больше период времени. Не отказывайтесь от такой возможности. Я думаю, что стоит это время потратить на себя и на заботу о своем здоровье. Согласны со мной? Да, конечно. Давайте продолжим. Скажите, пожалуйста, сегодня кто основные категории ваших пациентов – жители пострадавших территорий, да, я так понимаю, по-прежнему? Ну, скажем так, 80% пациентов нашего учреждения – это люди, которые проживают на пострадавших территориях. Я уже говорил, что Гомельская область наиболее пострадавшая, это более 900 миллионов населения, но это еще и население и Брестской области, и население Могилевской области. Но это не значит, что это только пострадавшее население. Ряд направлений работы, которые проводятся для всей республики – иммунопатология, аллергология, офтальмология, гематология. Вот эти направления востребованы для всей республики, и мы обеспечиваем возможность получить высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь и непострадавшему населению. Спасибо. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Мы вас слушаем, вы в эфире. Алло. Да, добрый день. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, мне поставили диагноз «автоиммунный тиреодит». И насколько опасно это заболевание? Ну, сказали, пожизненно нужно принимать гормональные препараты. Спасибо. Аутоиммунный тиреодит – это заболевание, связанное с возникновением антител, причем собственных антител, к клеткам щитовидной железы. Но насколько опасно заболевание? От этого заболевания не умирают. При наличии адекватного лечения состояние пациента вполне нормальное. Вам необходимо выполнять все рекомендации вашего лечащего доктора. Я думаю, что проблем у вас больших не будет. Это заместительная терапия, да? Нужно принимать лекарства? Ну, там комплексная терапия. Поэтому каждому пациенту это решается индивидуально. Просто я не вижу перед собой анализов, результатов, ультразвукового исследования. Но волноваться о том, что этот диагноз может повлиять на состояние, вызвать, может быть, какие-то еще сопутствующие заболевания сегодня не стоит при лечении? Я думаю, что не стоит. При соблюдении всех рекомендаций врача, думаю, никаких проблем в плане осложнений у такого пациента не будет. Пожалуйста, будьте очень внимательны с вашими назначениями. Конечно же, ни о чем не волнуйтесь. Эльдар Аркадьевич, в нашей программе есть постоянная рубрика, в которой есть возможность высказать свое мнение о наших зрителей, о гомельчан. Давайте послушаем. Центр здесь достаточно удобный и местоположение хорошее. По лечению, что скажу, мы сдавали анализ крови, когда была аллергия у нас. Ну, как бы нормально все, вопросов нет. Очень высокий уровень. Я обращаюсь на первый год сюда со щитовидной железой. Еще проблемы были, операции делала. Очень персонал такой вот. Ну, и врачи, наверное, категория выше всех. Обращение очень хорошее к людям. И медаппаратура прекрасна. Ну, я думаю, лучше этого центра нет. Меня все устраивает. Отношение персонала, как бы, к людям. Все замечательно просто. Мне нравится центр этот. Ну, мы с Чернигово приехали, так для нас очень хороший... Высокий уровень обслуживания и, скажем так, профессионализма всего этого. Ну, как мы и читали в интернете, и советовали, у нас здесь просто родственники тоже живут, что только именно сюда направляли нас, скажем так. А не дорого? Нет. Для нас нормально. Скажем, да. У нас среднестатистическая семья. Мы, скажем так, в Украине тоже не сильно шокуем. Но здесь сюда приезжаем. Для нас это, ну, допустимо, скажем так, даже доступно. Я очень высоко оцениваю, потому что мне есть с чем сравнивать. Я в поликлинике хожу, там много недостатков. А здесь я лежала в стационаре, очень понравилось. Писала эту книгу предложений, что они хорошо работают. Я первый раз только была, я с Мозыря приехала, да. Мне очень понравилось. Москвичевой у меня врач был, Тамара Ильинична. Очень хорошо. Приняли хорошо. Я опоздала, во-первых, потому что далеко ехали. Вот. И ничего не сказали. Я считаю, что на высоком уровне проходит лечение. У меня здесь внучка лечилась на высоком уровне. Я являюсь студентом Гомельского государственного медицинского университета. Здесь прекрасная база, отличный специалист, очень хорошее оборудование. Можно много чему научиться. На самом деле достойно. Все очень здорово. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Эльдар Аркадьевич, мнение. Конечно, и отзывы могут быть разными. У каждого свой опыт. Но о чем говорит статистика? Насколько успешно специалисты РНПЦ сегодня справляются с самыми сложными заболеваниями, например, гематологическими? Наши гематологические отделения, надо сказать, что это гордость нашего учреждения. Это два гематологических отделения. Детское отделение и взрослое отделение. И говоря об этих заболеваниях, конечно, всех больше всего интересует эффективность лечения при лейкозах, наиболее тяжелых гематологических заболеваниях. И вот хотелось бы отметить не только, естественно, это большее количество пациентов, взрослое гематологическое отделение, которое является лучшим в Республике Беларусь. Но и лучшим является и детское гематологическое отделение. Вот такие цифры, которые свидетельствуют о показателях работы. Выживаемость детей, пятилетняя выживаемость детей с острыми лимфобластными лейкозами у нас достигает 88%. Приведу европейский показатель по разным странам от 72% до 82%. А вот другое заболевание, когда поражается злокачественным процессом лимфатические узлы, это лимфома у детей. Пятилетняя выживаемость достигает 99%. При этом в лечении используются самые современные схемы лечения. А диагностика, наверное, стоит на мировом уровне. Это иммунофенотипирование, это цитогенетика, это молекулярная генетика. То есть в одном центре собраны три направления диагностические. Именно молекулярные, цитогенетические. Где на самом высоком уровне ставят диагноз на ранней стадии, эффективно лечат. И, конечно, огромная благодарность нашим специалистам-гематологам за их самоотверженный труд. Огромную благодарность. И хочется, конечно же, пожелать сил и мужества семьям, которые столкнулись с такой проблемой, с таким диагнозом. Не нужно опускать руки. Сегодня есть способы справиться с этим. Но хотелось бы узнать, какова заболеваемость? Растет ли заболеваемость и частота выявления подобных случаев? Ну вот считалось и считается, известно во всем мире, что основным последствием радиационного облучения являются рак щитовидной железы и лейкоза. Говорить о том, что у нас, у населения пострадавшего, у детей, которые проживают на пострадавших территориях, более высокие показатели и более высокие риски развития лейкозов, в общем-то, не приходится. Это относится только к наиболее облученным категориям населения, ликвидаторам и эвакуированному населению. В основном эти заболевания уже реализовались в 90-е годы, начало 2000-х. И в настоящее время риски возникновения лейкозов минимальны. Ну я думаю, что это мнение вы часто слышите, да, о том, что причиной заболевания ребенка может быть именно то, что живет он вот на пострадавшей территории. Совершенно верно. И вам приходится каждый раз родителям объяснять, что, к сожалению, шанс такую болезнь заполучить сегодня есть у любого жителя любой страны. То же самое относится и к злокачественным опухолям. Во всем мире происходит рост злокачественных новообразований, даже известный темп роста. Это от 1 до 3 процентов в год. Это не связано с радиацией. И темпы роста, они примерно равнозначны. Примерно одинаковые. Да, что в нашей стране, что... В ряде стран они выше. Вот тот же самый рак молочной железы. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в США составляет 180 на 100 тысяч. И в Республике Беларусь чуть больше 85. В том числе и у пострадавшего населения. Так где люди подвергаются воздействию радиации? Да. Одна из самых высокотехнологичных отраслей медицины – это трансплантология. Несколько лет назад, буквально в центре, состоялась первая операция по пересадке почки. Сегодня я знаю, что их уже более 150 произведено. Расскажите, пожалуйста, как в этом направлении центры планируют развиваться далее? Действительно, в конце 2012 года у нас были проведены первые операции по пересадке почки. Сейчас их больше 150. Вот за прошлый год проведена 51 операция, в том числе и трём гражданам из дальнего и ближнего зарубежья. Это направление является очень перспективным. И, наверное, это гордость не только нашего центра, но и вот это направление – это гордость всей Республики Беларусь. Вот такие простые цифры, но они очень показательны. На 1 миллион населения при расчёте на Гомельскую область этот показатель у нас составляет 37. Если мы возьмём среднеевропейский показатель, то он составляет 35. А если брать уже сопредельные с нами страны, Украина – 0,2, Россия – 2,3. Вот это вот уровень трансплантологии, который существует и в Гомельской области, и на территории нашей Республики. Что касается перспектив, мы не стоим на месте, мы действительно развиваемся. На очереди уже практически готово всё к пересадке трансплантации красного костного мозга. Это очень актуально для пациентов с тяжёлым течением лейкозов. У нас планируется пересадка роговицы, и это время, это подготовительный период. Мы планируем пересадку гемопоэтической стволовой клетки при тех же самых лейкозах. Стволовой клетки от донора или это клетка самого пациента? Есть несколько вариантов трансплантации стволовой клетки. Наиболее надёжным и безопасным является аутологичная трансплантация стволовой клетки. То есть эта стволовая клетка получается либо из крови, либо второй вариант получается из собственной жировой ткани пациента. Это наиболее оптимальный вариант трансплантации. И это мировой уровень возможностей ваших научных и клинических. Мы продолжим эту тему. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хочу задать, Дарвард Кадзевич, вопрос такой. Вот я с Костяковки сама. Могла бы я на платной основе лечь на обследование? У вас что-то беспокоит конкретно? Конечно. Я очень плохо себя чувствую. И у меня щитовидка, и узлы, зоб. Да, я хотела бы, но я не могу. На Жарковского поеду, там вроде бы посмотрю, посмотрю, попейся то, то. Но я, вы знаете, что очень плохо себя чувствую. Я чувствую, я в Минске, когда лежала у первой больницы, мне сказали, почему вы не обращаетесь на обследование, не ложитесь по месту жительства. Мы вас понимаем. Спасибо за звонок, Эльдар Аркадьевич. Скажите, пожалуйста, как можно попасть на обследование, может быть, не имея на то прямого направления? Первый вариант, по которому можно попасть к нам на обследование, это будет совершенно бесплатно. Вы должны получить направление от вашего лечащего врача. Ваш лечащий врач должен дать направление на обследование в наш Центр радиационной медицины. В этом случае вам назначат дату, когда вас примут в нашем Центре, обследуют. И если есть необходимость, то, естественно, вы попадете на стационарное лечение. Ну, а второй вариант, платный, он никаких проблем не представляет. Вы обращаетесь в платную регистратуру. Телефоны есть на сайте нашего учреждения. Записываетесь на прием к профильному врачу. Это будет, наверное, терапевт или щитовидная железа, врач-эндокринолог. И здесь уже вам проведут полное обследование, уже, правда, на платной основе, и решат вопрос о госпитализации. Ну, я рекомендую вам пойти по первому пути, получить направление из вашего лечебного учреждения, где вы наблюдаетесь, из поликлиники. Спасибо большое. Хотела бы продолжить начатую нами ранее тему. Вы говорили о том, что возможностью проведения трансплантации у нас в Гомеле интересуются жители европейских стран, Израиля, в том числе, хотя именно их медицина считается одним из лидеров. Но, когда звучат такие данные, это, конечно, свидетельство высокого уровня наших специалистов, наших технологий. Но и у людей иногда возникает мнение, что если приоритет у нас иностранным гражданам, которые, конечно же, привозят валюту в страну, то не остаются ли они где-то вот в стороне от этого. И то, что операции будут выполняться, значит, иностранцам, которые сюда приезжают, и которые за них платят, а наши граждане будут в этой очереди находиться. Тогда как человеку, у которого есть потребность в трансплантации, конечно, долго он ждать не может. Дело в том, что приоритет всегда у нас в государстве отдается нашим гражданам. Существует следующая система. Иностранные граждане, они стоят на очереди. И каждый, в том числе и наш гражданин, ожидает операции по трансплантации почки. И в Минске это трансплантация печени, сердца. При этом орган, который получается от донора, должен совпасть по основным антигенам гистосовместимости. Именно тогда пересаженный орган будет хорошо приживаться. В первую очередь идет выборка из пациентов белорусских, кому из этих пациентов, стоящих в очереди, подходит данный орган от донора. И если никому из белорусских пациентов этот донор не подходит, то вызывается уже пациент, который живет в ближнем или дальнем зарубежье, и ему проводится такая операция. И в этом плане из наших соотечественников никто не обделен. Скажите, сколько нужно ждать такой возможности? Все это очень относительно. Можно прождать 5-7 лет и уже не дожить до операции. А можно встать на очередь и через 3 недели, через месяц попадет донорский орган, который полностью соответствует для данного пациента. И операция будет проведена в самые короткие сроки. Но это все прогнозировать очень сложно. Да, иногда сложно прогнозировать и последствия проведенной операции. Конечно, я думаю, что о всех 150 пациентах вы не знаете, как они себя чувствуют. Но в целом, какие у нас показатели по исходу этих операций? Ну, статистика пока, в общем-то, небольшая. Все-таки мы практически с 2013 года начали. В 2012 году было у нас всего лишь 4 операции. Но то, что сейчас мы наблюдаем, эффективность этих операций очень высокая. Мы сравнивали с европейскими показателями. То есть мы ничем не отличаемся от Европы. То есть показатели смертности, они минимальны. Причем смертность наступает не от причин, связанных с трансплантацией. Это причины такие. Инсульт, это инфаркт. В послеоперационный, причем не в ранний послеоперационный период, а уже спустя год-два после аварии. А что касается реакции отторжения, трансплантата, то они сведены вообще до минимума. И таких случаев у нас практически нет. Это действительно европейский уровень. Я добавлю, что не зря. Это такой же уровень имеется трансплантации в Минске, такой же уровень в Гродно и в Могилеве, там, где проводят эти операции. И не зря, скажем, тот же бывший израильский директор МОСАДа оперировался в Минске, хотя в Израиле уровень медицины очень высок. Но выбор пал все-таки на Республику Беларусь. Это говорит само за себя. Скажите, пожалуйста, какие возможности открывает использование ядерной медицины, которую тоже вы планируете развивать? Ядерная медицина в применении вот к нашему учреждению. Это очень перспективное направление развития. Мы говорили, что у нас в Республике Беларусь следствием аварии является рак щитовидной железы, следствием является ряд заболеваний щитовидной железы, в том числе и диффузный токсический зуб. Вот тех мощностей для проведения радио-йод терапии в Республике Беларусь, их достаточно для проведения этих курсов для пациентов раком щитовидной железы. А вот пациенты с диффузным токсическим зубом, которые нуждаются в данных курсах терапии, они стоят в длительной очереди. И вот открытие такого отделения ядерной медицины на базе нашего центра позволит разгрузить два учреждения, Гомельский онкодиспансер и Минский городской онкодиспансер, и полностью обеспечить потребность населения нашей республики в проведении радио-йод терапии. Какие перспективы здесь по этому направлению? Ну, работа в этом направлении уже идет не первый год. Разработаны и проектные документации, и все соответствующие документы. И вот сейчас появилась перспектива развития этого направления в рамках союзной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции. В программе, которая запланирована на 2017-2020 годы, выделены деньги на развитие вот этих вот высоких технологий. Мы сейчас активно работаем в этом направлении, и я надеюсь, все-таки будет принято правильное решение в плане освоения вот таких больших сумм денег и вот реконструкции уже имеющихся у нас зданий и оснащения необходимым оборудованием. И в завершение нашей программы, Эльдар Аркадьевич, как ученый, как практик с огромным опытом, какие бы советы Вы могли дать нашим телезрителям, как сохранить свое здоровье, как избежать всех этих серьезных проблем, о которых мы сегодня говорили? Возможно ли это? Конечно, возможно. Прежде всего, основа здоровья – это профилактика заболеваний. И прежде всего, это здоровый образ жизни. За своим здоровьем надо следить. Точно и четко соблюдать рекомендации Ваших лечащих врачей. А вот хотелось бы сказать в эту печальную дату, в 30-летие катастрофы для наших людей, когда Вы слышите о том, что все болезни от радиации – это не так. Это мифы. Действительно, мы этого не зарегистрировали. А вот этот социально-психологический фактор, и больше психологический фактор, он действительно оказывает влияние на Ваше состояние здоровья. То есть просто меньше бояться, меньше волноваться, любить своих близких, любить свою страну. Совершенно верно. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Эльдар Надыров, заместитель директора Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, был сегодня у нас в гостях. Спасибо Вам за внимание. До свидания и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова